Девушки отдыхают Стоять! Стой, говорю! Стоять! С самого утра обманутые пайщики продолжают осаждать офис компании «Строймаркет», которая специализируется на точечной застройке. Напоминаем, что два дня назад со счетов компании исчезли все средства. В хищении подраздевается генеральный директор компании Елена Ускова. Ее фотографию вы можете увидеть на своих экранах. Здравствуйте, мне нужна ваша помощь. Здравствуйте. У меня есть кольцо. Я ставлю вам его в залог, но я за ним вернусь. Мне очень нужны деньги. Стой, не дергайся. Что вы делаете? Пытаюсь улучшить свое материальное положение. Но у меня больше ничего нет. Кроме денег пайщиков, которые ты стырила. Я ничего не брала, меня подставили. Тебя по всем каналам показали. Сейчас тебя запру в подсобке, а завтра поедем и поделим денежки. Или мне в полицию позвонить. Не надо в полицию. Откройте, полиция. Откройте. Откройте и вызывает опасную преступницу. Следователь Васильев. Товарищ следователь, я никого не укрываю. Я, наоборот, ее задержал. Смотрю, дамочка, та, которую вы в новостях показывали. Вот я и закрыл дверь. Хотел вам показать. Спасибо. Спасибо за бдительность, товарищ. Не надо никуда звонить. Я сам доставлю эту дамочку, куда нужно. В СИЗО. Идем. Спасибо. Если ты еще раз от меня сбежишь. Что такое? Я кольцо этому мародеру оставила. За побрякушками мы не будем возвращаться. Это не побрякушки. Это кольцо мне мама на восемнадцатилетие подарила. А ну бабушкины, Сереж. Все равно, все равно возвращаться слишком опасно. Давай быстрее. Андрей Викторович, за что вы со мной так? Принял ванну, приготовил ужин. Тут вы. Поесть успел? Добился побыстрее. Ну вот теперь о главном. Объявилась наша беглянка. Патрульные засекли их на юго-западной трассе и упустили. Едет не одна, по всей видимости, Сергей Мфиленко. Придется нам туда с тобой ехать. Так по юго-западной трассе, в новинках, мама Натальи Траненко живет. Стоп. Это уже интересно. Возможно, с сестрами вдвоем эту финансовую аферу провернули. Получается, и Ускова вполне могли убить. Поехали. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА По-моему, этот дом. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 А что тут понимать? Аферистка твоя сестра. Сейчас, сейчас, молодая. Осталась. Вот садись, садись, садись. С час, за встречу. Калин Петрович, скажите, Наташа хорошо в математике разбирается? Не то слово, скажешь, хорошо. У нее даже, это, математический гений. Во. А ее учительница говорила, что у нее это, как высокое IQ и нестандартное математическое мышление. Так она сейчас здесь? Да нет, ее не приезжает она сюда. То есть, в ближайшее время она к вам не собиралась? Ну, мне она, по крайней мере, об этом ничего не говорила. И вообще, она со мной не общается. Так, ну все, давайте. Ну, выпьем же за встречу. Ну, давайте, давайте. Так, за знакомство, за приезд. Ну, закуси, сейчас закуси, тарелочку, тарелочку. Ты, девочка, конечно, на меня не обижайся. Кто старая, помянет, конечно, тому глаз вон. Но после того, как ваша семейка обвинила мою Наташеньку в воровстве, она вот такой, вот такой зуб на вас заимела. Ну, ты что она сказала? Раз они со мной так, то я им сделаю. Вот так вот. Наташку-то, боюсь, сильно жизнь побила. Ой, сильно. Она ж после того случая совсем с катушек слетела. Пошли мужики и водка. А девочка какая была, хоть краном прикладывай. А когда вы ее в последний раз видели? Говорю тебя, не бывает, она здесь. Не общаемся мы. Ну, маме вот копеечку всегда присылала. Вот такая девочка. Ну, а друзья? Друзья у нее есть. Вы же, наверное, знаете каких-то ее подруг? А что это не знаю, интересно, а? Вон Олька на соседней улице живет. Я у ее деда эту койку уберу. Ай, какая водочка. Я ж смотрю, ты… Ты ж не пьешь, да? Ну, яд это твое. Ну, что вы, мои хорошие. Ну, совет вам да любовь. За вас. Ты чего застрял? Тут айтишники инфу интересную нарыли. Про нашу Троненко. Вот. Привлекалась она. За финансовые махинации в двух разных городах. И оба раза ее вину доказать не смогли. Просто не девушка, а дьявол в юбке, а? Да. Давай колесо у меня, ехать надо. Вроде сюда. Похоже, ты прав, Сереж. Наташа действительно имеет отношение к пропаже наших денег. Но я не хочу это верить. Ну, а я в этом уже не сомневаюсь. Ей бы в актрисы пойти. Так ловко я себя дурочкой изображала. Подожди. А может быть, она попала под влияние Ромы? Скорее, он под ее. Насколько мне известно, Рома задолжал крупную сумму денег какому-то чиновнику. Возможно, он решил одним махом избавиться от меня, сбежать от него и прихватить деньги фирмы. А Наташу просто… просто соблазнил на эту аферу. Ты упорно пытаешься выставить ее жертвой. Ой, извините. Да ничего. Здравствуйте. Дед, к тебе клиенты. А вы, случайно, не Ольга? Ольга. А, тогда мы к вам. Ну? Это ко мне, дед. Интересно. Здравствуйте, меня зовут Лена. Я подруга Наташи Троненко. Мне сказали, вы дружите. А мы ее ищем. Может быть, вы знаете, как ее найти? Понятия не имею. А когда вы в последний раз ее видели? Да давно уже. А, я к ней ездила, когда она экономически закончила заочно. Она еще тогда все грозила, что теперь точно вернет себе то, чего ее папаша с сестрицей лишили. Она считала, что это она, а не сестра, должна в богатом доме жить. Ой, ребятки. Ой, ребятки, и вы тут. Ой. Олечка, здравствуй, дорогая. Здравствуй. Федота еще пригласи. Федота еще позови. Сейчас, теть Галь. Дед, дед, к тебе клиент. Сейчас. Ой, ребятки, я же забыла у вас спросить, а чего вы Наташку-то мою ищете? Натворила что, а? Ребятки, вы уж если ее найдете, вы уж не обижайте мою девочку, а? Жизнь ее так потрепала, так потрепала. Ах, а что я могу дать? Мать ей досталась какая. И ни будущего, ни прошлого, ничего дать не можно. Да не переживайте, мы просто хотели с ней увидеться. Здравствуйте. Кому я нужен? Мне, Федотович. Мерсавчик накопай. Нет, Галь. И не думай, и не мечтай. Сперва расплати за прошлое, потом приходи, поговорим. Федотович, ну что ты меня прям как школьницу отчитываешь, а? Вот, вот смотри, смотри, а? Только что почтальонша перевод принесла, а? Дочка мою денежку прислала. Вот, Федотович, ну получу, я ж все ж тебе до копейки отдал. Вот как получше, так и приходи. Федотович, ну хоть маленькую, а? Не морочь мне голову. Погодите, давайте я заплачу. Да неудобно как-то, неудобно. Ничего, ничего, но только у меня доллары. Пойдет? Пойдет. Пошли уже. Галина Петровна, а откуда перевод пришел? Давайте я посмотрю. Караваевка. А, так это ж Караваевка, так мамка моя там жила в Караваев. Святой человек, святой человек. Федотович, тогда ты лабидон хватит, Федотович! А, Ольга, скажите, а до Караваевки дряко? Не очень, полчаса на машине. А ваше чудо-машина случайно не на ходу? Ну, вообще-то это деда машина. Ну, проходите пока во двор. Я пойду спрошу у него. Вы пока проходите, присаживайтесь, а я сейчас с дедом поговорю. Угу, спасибо. Глент, ты ничего не хочешь мне рассказать, а? Ты о чем? Ты пойми, если между нами будут тайны, я не смогу тебе помочь. Что произошло между тобой и Наташей? Серёж, я... очень виновата перед ней. Очень виновата. Когда она появилась в нашем доме, мой радостный, полный любви и забот и мир рухнул. Я до этого никогда не слышала, чтобы мои родители ругались. А тут... Папа ходил, злая мама. Каждый вечер плакала. Отец, очевидно, чувствовал какую-то вину перед Наташкой. Он посвящал ей всё своё свободное время. А мне казалось, что про меня забыли. Однажды Наташка вытащила у отца из кошелька деньги, но он её простил. Тогда я украла из сейфа крупную сумму. А он подумал, что это сделала Наташа. Я выгнала её из дома. И ты столько лет носил это в себя. Это всегда будет со мной. И я... поломала жизнь сестре. И ускорила смерть отца. Да. Именно с того момента у него начались проблемы с сердцем. Да. Ты совершил ошибку. Но ты же признала эту ошибку. Да и заплатила я за неё ты уже немало. А в том, что произошло сейчас, ты вообще не виновата. Ты не убивала мужа, не ворвала деньги пайщиков. Я не позволю посадить невиновную женщину. Спасибо, Федорович. Давай, давай, давай. Так вам машина нужна? Да. Сколько дадите? Стучи. Ну, чё греметь? От чего греметь? Вы Галина Петровна Траненко? Ну, я. И чё надо? Мы из полиции. Ищем вашу дочь. Она здесь? Наташка, что ли? Наташку. А я не помню, когда её ещё в последний раз видела. Так вы с ней не общаетесь совсем? А мамки здесь ей высылают. О, какая молодец, а. А откуда высылает? Галина Петровна, а вы не знаете? Сегодня из караваевки прислала. Да. Спасибо вам, Галина Петровна. Вы нам очень помогли, очень. А чё это все Наташку ищут? А кто это все? Галина Петровна, посмотрите внимательно. Может, вы их видели или знаете, ну? Не видела. Не видела и не знаю. Точно? Точно. Ну, вдруг вы их увидите, вы мне позвоните. Угу. Все непременнейшее. Всего хорошего. Угу. Ай, вам не хворать. Я уверен, что наши беглецы направлялись именно сюда, и рано или поздно они здесь появятся. Если, конечно, наши коллеги их не перехватят. Ну, а нам что делать, товарищ майор? Торчать в этой глуши? Пашка, что тебе не нравится? Ну, смотри. Замечательный воздух, доброжелательно местное население. А как же Караваевка? Вот молодец, образил. Значит так, сейчас даем задание местной полиции ожидать Пусковой Филенко, а сами едем в Караваевку. И я уверен, что мы там встретим не только Троненко. Угу. Угу, ты проснулась. Доброе утро. Доброе. Ну что, документы готовы? Жду звонка. Хороший сегодня день. Может, пойдем искупнемся? Пойди. И утопись там к чертовой матери, чтоб я тебя больше не видела. Ого. Что, стала ни с той ноги? Ну, зря. Погода прекрасная, вид отличный. А воздух какой? Я предпочитаю воздух Виргинских островов. И я бы его уже вдыхала, если бы кое-кто опять не накосячил. Где обещанные паспорта? Да будут, не переживай. Там у художника какие-то проблемы нарисовались. Вот и затянул. Да мне плевать на его проблемы. Рома, не тупи. Нам нужны документы. А где и как ты их достанешь, мне все равно. Ты не понимаешь, время работает против нас. Наташ, да чего ты? Ну чего ты? Ну успокойся. Что такое? Ну, все же хорошо. Ну, ты такая умничка. Так все замечательно продумал. И чего я тебя раньше, Ленки, не встретил? Да, мой пупсик. Все просто прекрасно. Ну? Но мне нужны паспорта. Сегодня. Телеграмму можно здесь отказать? Добрый день. Здравствуйте. Следователь Васильев. Мне нужно узнать, когда отправлялся перевод в новинки. Сейчас посмотрю. Привет, Танюш. А телеграммы не было? Не было, товарищ лейтенант. Понятно. Господи, его к нам недавно перевели. А жена не приезжает. Вот и мучается, бедный. А что там по поводу перевода? Смотрю. Нашла. Значит, перевод был отправлен позавчера в 12.35. Вы оформляли? Нет. Катя, напарница моя. Я почту принимала. А она сейчас здесь? А что-то случилось? Да нет, все нормально. Я могу с ней поговорить. Ну, она почту принимает. Ну, пожалуйста. Катя! С тобой следователь интересуется! Блин, еще застрянем тут, Рома. Да не каркай. Ты б еще на необитаемом острове встречу назначил. Да это не я. Это художник назначил. Светиться не хочет. Конспираторы. Насмотрится боевиков, а потом корчит из себя шпионов. Привез бы документы в аэропорт и все дела. Слушай, а кто тебя заставлял со мной ехать? Осталось бы дома собирать вещи. Да? Чтоб ты опять все провалил? О, вот он. Все, я пошел. О, здорово. Привет. Чего так долго? Прости за задержку. С предпрессом вышла заминка, вот. Теголь, ретушь, все как надо. Комар носа не подточит. Хорошая работа. Как настоящая. В смысле? Шучу. Смешно. Все, давай. Угу. Держи. Я же говорил, что все будет окей. Окей. Ты должен был это сделать две недели назад, как только я приехала. Да успокойся уже. А не получается, Рома. Потому что я тебе поверила. Помчалась матери деньги отсылать. А должна была это сделать перед самым отъездом. А отъезд двинулся из-за кого? Наташа, да в чем проблема? Все, документы у нас. Через пару часов уже будем парить над океаном. А проблема в том, Рома, что полиция наверняка уже меня ищет. Думаешь, их не заинтересовало, куда это я пропала сразу после исчезновения денег со счетов компании? Не все такие тупые, как ты. Послушай, может уже хватит меня оскорблять? В конце концов, это я тебе помог все это провернуть. Рома, ты мне только проблемы создавал. И сейчас из-за тебя нас могут повязать. Только из-за того, что ты раньше времени дал мне отмашку. Ну и что теперь? Убить меня за это? На, почитай. Что это? Лена, прости меня. Я не могу с этим больше жить. Р. Ну и что это? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Следователь Васильев. Вы серьезно? А что вас так рассмешило, милая девушка? У вас в органах что? Все следователи Васильевы, что ли? А с этого момента давайте поподробнее. Поехали. Филенко и Ускова нас опередили. Блин. Представляешь, этот юрист-артист назвался моим именем. А вот у женщин сейчас просим. Добрый день. Добрый день. Мы девушку одну ищем. Рыжая, изящная, лет за тридцать Наташей зовут. Она где-то здесь дом снимает. Ты не знаешь? А я, кажется, знаю. Это соседка наша. Они с мужем недавно дом арендовали. Вот поедете прямо и свернете налево. У них адрес Абрикосовая 8. Ну там найдете. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Черт. Дверь открыта. Хозяю. Наташ! Отошла от него. Живо. Живо. Ты что наделала? Я? А что наделала ты? Когда пятнадцать лет назад сперла деньги у отца, а он на улицу вышвырнул меня. На выход. Во двор пошла жива. Наташ, успокойся. Давай поговорим. О чем мы с тобой поговорим? Но все же еще можно исправить. Наташ. Исправить? А ты знаешь способ, как вернуться в прошлое? Правильно, нет такого способа. А значит, ничего уже нельзя исправить. Это все-таки ты вывела деньги со счетов. И не одна, а с твоим очаровательным мужем. Кстати, это ведь мы с Ромчиком сняли этот дом, чтобы ему было где отсидеться, пока тебя осудят за его убийство. Правда, наш план дал осечку. Мы не ожидали, что появится принц на белом коне. Хотя теперь это уже не важно. А ты же поняла, что Рома все это время был жив? И где он сейчас? Сначала он был жив, потом ты его убила, потом он ожил, а потом снова умер. Судьба у него такая. То умирать, то воскресать. А теперь все кончено. Лимит жизни исчерпан. Зачем? Наташ, зачем? У тебя есть наследство отца. Я тебе давала все, что только возможно. Ты эти жалкие гроши называешь наследством? Ты действительно считаешь, что это достойная компенсация за мою искореженную жизнь? Нет, сестричка. Теперь мне нужно все. А знаешь почему? Потому что я умнее. Потому что я приручила тебя. Я соблазнила твоего мужа. Хотя это было не сложно. Я думаю, Рома всегда мечтал о ком-то погорячее. С мужчинами так нельзя, сестричка. Нельзя демонстрировать, что ты сильнее, умнее, талантливее. Ты правда умнее. Ты правда талантливее. Я знаю. Это я подменила стоматологическую карту Романа у Вари в кабинете. А потом мы с ним начали сводить тебя с ума. Признаюсь, это было весело. Зачем? Зачем, если вы просто хотели украсть деньги? Нет. Ты должна была умереть, сестренка. В стакане, который тебе дал Роман перед самой своей якобы смертью, содержалась смертельная концентрация препарата. Мне нужно было, чтобы каждый поверил в то, что ты на почве ревности сошла с ума, убила Романа и покончила жизнь самоубийством. А я бы стала законной наследницей. Но ты не умерла. Рома и здесь облажался. Поэтому не пришлось ждать, пока тебя выпустят из СИЗО, чтобы узнать, где ты хранишь свою электронную подпись и сделать копию. Ну, а потом уже было делом техники, чтобы перевести все деньги со счетов компании. Я правда думала, что у меня появилась сестра. А я решила закончить этот разговор. СИЗО, 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 СИЗО. ХОРОВЫ А-х! 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 Серёж... Ты живой? Живой. Чёрт, Рома, ты даже после смерти лажаешь, просто же попросила найти нормальную лодку. Я же сказала, налить полный бак бензина. Да будь ты проклят, урод! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отправляйся к своему папочке, тварь! Драненко, руки вверх! Вместе с оружием! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Товарищ майор! Что, Паш? Там Филенко в доме. И что? Он ранен. Я вызвал скорую, но может не дотянуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Троненко Натальи Николаевны, суд постановил признать её виновной по всем пунктам обвинения и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет с содержанием в колонии строгого режима. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Добрый день. А где Сергей? Ушёл. Как ушёл? Он же три дня как из реанимации. Так и врачи его уговаривали. Он написал официальный отказ и ушёл домой. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Вы не стесняйтесь. Смотрите всё. Вот студио. Дальше туалетная комната, ванная комната. Простите, а Сергей, ваш жилец, он где? Так не жилец он больше. В смысле, уехал? В срочном порядке. Правда, деньги наперёд заплатил. Жалко всё-таки. Хороший квартирант был. А координаты свои, номер телефона, адрес, он что-нибудь оставил? К сожалению, нет. Но он забыл кое-какие вещи. Придёт забирать или перезвонит, я скажу, чтобы он вам перезвонил. А как вас зовут? Меня зовут Лена. Будьте добры. Хорошо. Передайте ему вот это, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Здравствуй. Привет. Я очень рада тебя видеть. Спасибо. Мне очень приятно это слышать. Прости, я открыла дверь старым ключом, потому что звонок не работает. Присаживайся. Хозяина в доме нет. Варь. Серёжа. Исчез. В каком смысле? Из больницы исчез. С квартиры съехал. Ну, послушай, мало ли, какие у него дела. Мы же что-то срочное. Мы же даже за границей. Ты умеешь утешить мачеха. А зачем мне тебя утешать? Ты умная, красивая, талантливая. У тебя вся жизнь впереди. У тебя ещё будет такая любовь, о которой ты даже мечтать не могла. Да, наверное. Но так жалко, что он исчез. А что, это вино, которое мы с Колей привезли в прошлом году из Испании? Угу. Выпьем? Папе бы эта идея очень понравилась. За то, чтобы прошлое, которое оттерзало тебя столько лет, осталось позади. За твоё второе дыхание. Да. Елена Николаевна, всё готово. Можем ехать. Вероника Виктор Андреевич. Я не поеду. А, Елена Николаевна, ну как же так? Это же открытие объекта. Нас просто не поймут заказчики. А как же банкет? Я же старалась, я организовывала всё. Вероника, спасибо вам большое. Виктор Андреевич, я вас прошу, поздравьте, пожалуйста, наших партнёров от лица компании. Я поняла. Как в прошлый раз. Угу. Прошу. И всё-таки тортик я вам оставлю. Да. Пошли, пошли. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты, кажется, что-то потеряла Это ты решил мое колечко пристроить, чтобы два раза не вставать? Что-то вроде того Я люблю тебя А я тебя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok